всем доброго дня и суток сегодня я буду готовить собакам куриный образ потому что вот обрезки магазина сейчас особо поставок нет ничего нету надеюсь что 30 числа все будет заканчиваться и налаживаться за май все на этот и такая куриная образь такие штуки но кожица забоет очень сильно желтый бульон будет немножко жарновато от курина но куриная как бы не очень ну не вредно лайкам ну и вообще лайки не аллергетики собаки такие прихотливые едят все это же можно сказать волки они и падальщики едят кушают все вот и поэтому сейчас мы сварим потому что ту кашу только каюр хорошо ел плане ему нравилось но эти тоже они не привыкшие до этого лайк когда были подсажены на этот костный остаток было время кормили когда в лесу были вот то кушали очень хорошо и лайма и соболь и ада не как будто они кушали очень замечательно тихо все ставим на газ ставим на большой газ вот поставил на газ на большом да пусть все это дело закипает морковочки сейчас потом все это сделаем вот но как будут кушать я конечно сниму уже потом следующем видео потому что чередуется и это у меня еды полно ведь он сколько я съел чуть-чуть всего лишь чуть-чуть уголочек отгрыз не ты у меня полно пока так что я готовить пока ничего себе не буду для себя для готовки у меня и щи стоят и это ну будем ждать когда я проголодаюсь а сейчас пока только собачкам и кормежку сниму конечно как они будут кушать и так далее все вам покажу все ждем закипает готовим дальше так ну что там закипело у нас закипает ведь какой желтый бульончик про что я и говорил мне очень нравится когда ну понятно что для человека это очень жирно если так вот до варить сейчас морковочку им на чищу и пусть сейчас сварим пусть остывает а потом вместе с вами покормим ближе к вечеру я сниму следующие видео буду кормить теперь посмотрим как насколько они будут лучше кушать не вот это вот фарш да вот остаток костный вот а вот вот эту еду пойду за морковкой сейчас я почищу морковку морковку эту жопку я отрезаю мысик тоже носик отрезаю всегда вот этой штукой раз как она мне нравится по морковке картошку нет картошку я чищу если честно я предпочитаю конечно больше нож вот морковку вот эту продолговатую да я вот мне вот эту штуку подарили я и вот этой не как тут на нее подсел и просто морковку хочется больше мало срезать ну как бы и картошку нас учили кто помнит всегда руговым вообще сколько люлей получали что-то толстая срезаю в плане кожицу я сейчас им на терке на сделал я не буду резать ножом делаю на терке так что тут губка делать так я щас им натру морковки потому что на больше понимаете когда более мелкая но она больше попадает собаки в организм животному и больше шансов до чем какие-то определенные большие куски но это просто иногда не хочется просто лишний раз терку мыть если честно начиная ножом изгаляться и мельчить а так в принципе на тер и больше шансов им вся еда принципе самый момент я кончик остается вот и она вот такому-то образе тихо не падай все вот эту морковку мы сейчас добавим туда это на мойку принципе сполоснуть не проблема и не вот она рад и чистая ну как говорится раз и все и все готово просто иногда не горы не хочется заморачиваться хотя тут ничего такого сложного и долгое время не убивает все мы сейчас я добавим сюда кипит лайком готовишь как себе в принципе и обычную еду да только для собак вот я так так же готов хороший бульон хороший цвет и главное что это будет питательно и сытно вот может быть конечно добавлю им рыбил жира вот я же бежим потихонечку меня это с эстонии мне присылали жир надо начать сейчас весна надо витаминочки им подавать начать курс надо один прошли сейчас может быть еще один курс будем проходить будут потихонечку им давать по одной витаминки день поддерживать организм может разных по одной но сейчас посмотрю витамины есть вот пусть закипает будем сейчас готовить кашу то есть не кашу готовлю крупу чтобы заварить заварить кашу так где-то у меня тут рис он у меня еще тут макароны они слабо едят сейчас мы сразу рис долго разу дольше всех разварится из крупы его всегда кидаю первым как раз вот мне на 3 варки не пачки хватает да я его частично добавляю рис не усваивается в организме но как бы дает свою крепость плане того что стул чтобы у них как говорится стул был более нормальный все знают что рис укрепляет закрепляет в организме и так далее пусть ставим на маленький огонь и ждем готовим другую крупу то не не любит особо макароны но я им сейчас варю на скорее всего макароны посмотрю как они будут это все кушать нет сейчас собаки стали меньше кушать во-первых и потеплело на улице но хотя морозы держатся даже снег идет периодами но тем не менее собак видно что аппетит немножко убавился то есть они немножко стали немножко меньше кушать и норму как бы лайка много больше своего не съест вот это не проглот и она как бы лайки хватает сутки она съедает два лет не больше двух литров 22 с половиной за сутки они мало ешки собаки очень экономные в плане того что она лишнего не съесть если допустим собаки положить покласть допустим в миску 10 литров и другая собака может это все есть и есть пока не кончится эти же нет это порода нет она конечно лайк от лайки отличается есть и конечно как говорится в любой пород есть выродки в плане того что безобразные собаки и что у них заложено помеси какие-нибудь но в чистокровных хороших собаках такого нет они едят именно свою норму они больше своего не не съедят но после каких-то определенных лет допустим ближе к старости а после семи лет лайки очень расположены растолстеть в плане могут можно раскормить любую собаку и есть я такие лайки видел что как говорится ножки маленькие это знать как в мультике вот это вот вы были на таите вот там этот был джинсы код вот тоже самое и бы я видел таких низко лайк но это чисто вот в москве вот которая держит квартире были видео таких таких лайк я видел очень ну или плюс стерилизованы еще от собаки вот очень можно раскормить в определенных моментах нужно диета в плане того что собаку чтобы лайку не раскормить она это конечно если она не активничает и не бегает в лесу потому что если у меня лайки носятся да и по видели сколько сезон охоты какие километражения наматывают и какая полнота грозит никакой но если собака мало двигается она расположена к полноте она мало двигается и и постоянно кормят да и она набирает вес набирает вес 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 это очень плохо она не сгоняет эту энергетику свою не и она потом раз и а потом ленится ну собаку можно обратно конечно поставить обратно свой путь даже зажиревшую собаку определенная кормежка в плане мало и много движения и все лайка на через какой-то определенный момент войдет в норму так что вот так ладно ждем закипания закидываем крупу потом так ну что мы тут сейчас кипит бурлит тихо 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 ну рис уже какой бульончик да все рис нормально высыпаем макароны посмотри как они макарошки будут сто лет им не варил макароны одна где-то еще одна 100 лото русская лото выпало 36 из 6 36 так чему это дело сейчас макароны чуть-чуть дадим а это кусок это как я готовил помните обрезал кто меня там хочет всем нужен всем нужен я это хочет мне пообщаться нами поздравление идут сверху на воскресенье кстати всех с праздником сверху на воскресенье мира добра счастья и так далее чтобы всегда было покушать дома обязательно не ругайтесь будьте переводите больше всегда на шутку и на позитив и будет так легче чем но в негативе нерв никаких не хватит просто улыбнуться идиотом в глаза и все посчитать их дурачками и вам будет легче не ругайтесь ни с кем никогда все все будет нормально все будет хорошо не переживайте так ну что тут у нас у там вот уже макарошки а так чувствую подошли макарошки и геркули в принципе должно быть загустеть часть прям пять минут вот как геркулес закинул до его обычно геркулес он слабит рис укрепляет как вы знаете от равномерно получается смешание круп в плане это это друг против друга они да и получается среднее того что собаки не будут ходить жидко и так далее ну вот красивый такой вот наборчик сейчас чуть буквально пять минут выключая пусть настаивается сейчас добавлю чуть-чуть чуть-чуть две капельки рыбьего жира 5 это все дело размешаю посмотрим по густоте должно быть нормально быть все все я выключил все и пусть настаивается все пусть настаивается крепчает ждем немножко небольшого застывания вот вынесу на улицу пусть стынет но вечером покормим думаю что он будет очень вкусно сейчас посмотрим какое застывание будет вот сейчас глянем чуть-чуть подождем пусть настаивается очень жидковато чуть получилось да но я вот еще высыпал чуть-чуть геркулесику ваш пачки маленькие по 400 грамм вроде но уже загустевает я думаю что все этого будет достаточно я уже чувствую как каша уже начинает потихонечку густеть ждем дальше теперь я точно больше добавлять ничего не буду ну вот итог до килограмм сколько полтора-два-два-два-два-два-два килограмма с чем-то ушло в обрезе две пачки геркулеса пачки две пачки макарон пол пачки одна треть риса ну вот в принципе кто-то многие спрашивают сколько чего уходит этого чистого такая бюджетная варка ну и почитайте что по деньгам выходит вот и все все наглядно там обрез где-то в районе кодук 100 100 156 ли 176 рублей две пачки геркулеса по 14 рублей две пачки макароны это дешевые макароны по 13 рублей и рис 36 рублей пачка ну делите пополам грубо говоря до 10 рублей да ну я же одну треть вот так что 12 рублей примерно тоже ну вода бесплатно вода бесплатно морковка ну такие мелочи до нюансы но и в итоге если все собрать в кучу и так далее так далее выходит принципе такая немаленькая сумма ну как бы принципе приемлемо да ну чем больше собак тем больше расходов и так далее и поэтому тут все вот очевидно и наглядно так ну что там загустевает хороша каша да не наш осетринка запах чуть-чуть запах есть он растворился на такая вот прелестная кашка получается красивая получилась кашка нет она что-то поесть ей богу все я вношу и на улицу там потом до мешаю ну все всем приятного аппетита вашим питомцам и так далее вот такое очередное блюдо я приготовил своим лайком и они любят это кушать и как бы за ними не замечено какой-то или нюанс по туалету и так далее принципе сейчас загустеет посмотрим как они будут кушать ну сто лет не варил макарон потому что рацион пытаюсь менять что-то чтобы хватало в организме но и так далее так что будем смотреть дальше что как будет всем пока пока увидимся на кормежке